Присутствует сотрудник Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Елена Ивановна Мигунова. Вам слово, пожалуйста, Елена Ивановна. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я рада приветствовать вас на этой конференции от имени министра, от имени министерства. Сергей Викторович очень хотел сам присутствовать, но командировка не позволила ему лично прийти на эту конференцию. Институт языка и литературы является давним партнером министерства, и недавно мы наши отношения, что называется, официально оформили это. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, и наши партнерские связи очень плодотворные. Это издание литературы, издание книг, сборников. Буквально на этой неделе вышел сборник список названий населенных пунктов на языках. Пользуются спросом, все спрашивают. Замечательно, что такая литература и такие сборники выходят. Благодарю вас тоже на совместную работу. Сергей Викторович шлет вам большой привет и поздравление с вашим юбилеем. Конечно же, хотелось бы нам, чтобы был полный зал, чтобы можно было пообщаться, чтобы можно было поговорить. Я думаю, что будут еще такие хорошие времена, что мы сможем с вами собрать полный зал, поговорить, поздравить. Хорошо вас с юбилеем. А пока позвольте мне зачитать приветственный адрес от министра Сергея Викторовича Киселева. Дорогие друзья, ты лица Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. Я поздравляю коллектив Института языка, литературы и истории Карельского научного центра с 90-летним юбилеем. Старейшее научно-исследовательское учреждение Карелии, единственный в Республике академический институт гуманитарного профиля, Институт языка, литературы и истории сейчас по праву является одной из авторитетных академических школ. В стенах Института выросла целая плеяда ученых, имена которых хорошо известны в отечественном и зарубежном научном мире. Сегодня коллектив Института продолжает плодотворную исследовательскую деятельность по изучению языков и культур прибалтийско-финских народов. Тесное сотрудничество связывает Министерство национальной и региональной политики и Институт языка и литературы. Одним из примеров успешной совместной работы может служить издание монументальной книги народа Карелии, объединившей более 30 авторов и ставшей книгой года Республики Карелия в 2019 году. Уверен, что Институт впредь будет вносить значительный вклад в исследование культурного и языкового богатства коренных народов нашей Республики, а также актуальных вопросов их современного развития. Желаю вам творческих успехов и всего самого доброго. Сергей Викторович Киселев